Платформа ЗМИСА занимается разной деятельностью. Один из наших последних проектов это установка детских площадок в школах. Мы выбрали 5 школ. Это 7, 8, 9, 19 и 12 школы. Мы выбрали 4 школы, которые находятся в районах, в которых на тот момент, когда мы с ними работали, у них не было никаких площадок, никаких детских уголков. Плюс места, из которых, может быть, людям часто тяжело добраться до центральных каких-то мест, где у нас там в центре города стоят площадки, возле сполкома и так далее. Хотелось сделать такие точки и в районах других города. Ну и центральную школу, думаю, взяли 12, в которой, в принципе, достаточно большой живой район вокруг и очень много людей тоже сюда можно прийти и тоже, скажем так, не идти в центр, может быть, куда-то на сполком, а здесь провести время. Все это проходило в рамках гранта, который мы выиграли и в рамках, которым мы работаем уже полгода. Сотрудничаем мы с USAID, то есть это их финансирование от американского народа для украинского. Поэтому мы уже провели массу акций, массу разных мероприятий в рамках этого гранта. Также, как бы, это одно из событий, которое проходит сейчас. Сейчас еще не до конца установлены площадки. Это, как бы, первая часть. Здесь еще будет площадка, столб будет для настольных игр, теннисный столб будет стоять. И также здесь еще будут стоять тренажеры, потому что идея, как бы, не просто в детской площадке, а в пространстве, в котором и взрослые дети могут провести время вместе. То есть, чтобы родители не скучали, а тоже могли каким-то полезным делом для себя заняться. Либо поиграть, либо это физическая нагрузка какая-то, либо это, может быть, подать пример для своего ребенка. Естественно, все эти проекты, они прошли согласование с городскими властями, с архитектурой. Со всем-всем у нас огромнейший пакет такой документов. Площадка ставится на баланс школы, и школа, да, уже, как бы, следит, контролирует и так далее. Тоже мы специально выбирали места, потому что были случаи, когда ставили площадки, там, в душевке, я знаю, там, площадку поставили, но унесли забор, там, и так далее. Поэтому мы постарались найти такое место, которое, с одной стороны, как бы, удобно для людей, с другой стороны, даже из школы, как бы, достаточно просто за ними наблюдать. Было сложно в нашей земле эти скважины делать парням. Парни работали очень хорошо, так как работали и в дождь, и когда было холодно, были мокрые, все равно все это устанавливалось, у них было на это всего три дня. Пожелаю, чтобы уважительно относились к детским площадкам, которые были установлены, и чтобы не было никакого вандализма, никто ничего не разворовал, как бы, что это все ради детей, ради нашего будущего.